Мистическое искусство телепатии, чтение мыслей и передача информации. Из цикла «Хотите, верьте, хотите, нет». Телепатия, или способность читать чужие мысли и передавать свои на расстоянии, всегда интриговала человечество. Хотя научное сообщество относится к ней скептически, многие люди убеждены, что телепатия – реальное явление. Считается, что телепатические способности есть у каждого человека, но у большинства они слабо развиты. Телепатия связана с работой подсознания, именно в нем формируются мысли и образы, которые затем «передаются» другому человеку. Чтобы научиться читать мысли, нужно развивать интуицию и внутреннее видение. Полезные медитации, направленные на гармонизацию души и тела. Медитируя, человек учится концентрироваться и фокусировать сознание. Это помогает «настроиться» на нужную «волну» и уловить мысли собеседника. Для развития телепатии важно также научиться расслабляться и очищать сознание от посторонних мыслей. Именно спокойное и расслабленное состояние позволяет «услышать» чужие мысли. Полезны йога, дыхательные практики, аутотренинг. Они помогают достичь измененных состояний сознания, расширить восприятие. Телепатия тесно связана с эмпатией, способностью эмоционально отзываться на переживания других. Чем выше эмпатия, тем проще «подстроиться» к волнам чужого разума. Поэтому для телепатов важно развивать сочувствие, сопереживание, умение ставить себя на место другого. Для передачи собственных мыслей на расстоянии также нужна практика. Сначала можно попробовать «посылать» простые образы близким людям, представлять яркие картинки и эмоции. Со временем получится передавать более сложную информацию. Главное – верить в свои способности и регулярно тренироваться. Повысить эффективность телепатической связи, во-первых, выбирать для нее спокойную обстановку, исключающую отвлекающие факторы. Во-вторых, максимально концентрироваться на объекте, человеке, чьи мысли хотите, прочитать. Визуализировать его образ перед мысленным взором. В-третьих, настроиться на одну «волну» с объектом, то есть достичь с ним эмоционального резонанса. Для этого полезно какое-то время понаблюдать за человеком, прислушаться к его речи, жестам, выражению лица. Это поможет лучше настроиться на его внутренний мир. В-четвертых, задать четкую установку, какую именно информацию хотите получить. Например, попытаться уловить, о чем человек сейчас думает или что чувствует. В-пятых, полностью расслабиться и очистить сознание. Не анализировать процесс, а просто «впитывать» мысли и эмоции объекта. При этом важно доверять первому пришедшему в голову образу или ощущению, именно они и есть ответ. Следуя этим советам и регулярно практикуясь, можно развить в себе удивительную способность к телепатии. Конечно, на пути к успеху возможны ошибки. Но главное – не сдаваться и продолжать совершенствовать телепатическое мастерство. Видео подготовлено при участии команды периодического интернет-издания Josh Club и при совместном использовании алгоритмов нейронных сетей и искусственного интеллекта.